Друзья, всем привет! Решил снять достаточно необычный ролик в плане подбора квадроциклов через приложение Авито и Автору. Давайте попробуем все-таки на примере Yamaha Grizzly сделать выбор. Я решил сделать это абсолютно вообще через телефон. Почему через телефон? Потому что большинство из нас при выборе мототехники все стараются выбирать через телефон и в редких случаях пользуются компьютером. Для этого, в принципе, я решил пойти по такому же пути. Сейчас мы с вами посмотрим квадроциклы на рынке, что продается и на основании этого будем, в принципе, пробовать смотреть, делать какие-то замечания по квадроциклам и, может быть, вы сделаете для себя какой-то определенный вывод. Я уже подготовил приложение Авито, уже сделал подборку по Москва-Московской области, сделал выборку до 600 тысяч рублей и, в принципе, давайте, наверное, произведем выбор. Выбор достаточно такой скудный получился до этой суммы, что, в принципе, я немножечко был удивлен. Но, тем не менее, давайте попробуем. Так, что мы, в принципе, можем увидеть здесь у нас? До 600 тысяч рублей. Ну, понятно, вот этот, до 36 тысяч рублей, это до свидания. Давайте откроем его, что посмотрим, что у нас тут пишет в Денцовский район, Тролевали. Продам документы на Амаху без лица цвет красный. Очень сильно и настороженно такая вещь. Я бы на такое объявление даже пожаловался. Так, 255 тысяч рублей, что нам там предлагают? Ну, давайте посмотрим. Я уже его заранее посмотрел, и я вам скажу такое предложение. Смотрите, во Владыкино, стоит квадроцикл БУ. И при том, что, обратите, что тут написано. ПСМ нет под заказ. У меня очень много вопросов к этому объявлению. При том, что 2-3 часа и без торга. Доставка по России. Что там, чего, откуда, какая техника? Много вопросов возникает. Квадроцикл, видимо, с какого-то американского сайта. Ну, я бы даже не стал рассмотреть, и вам бы не советовал такую технику брать. Не будем спонсировать людей, которые совершают нехорошие действия. Движемся дальше. Дальше. 340 тысяч рублей, 660 Амах. Очень странно, что он сюда попал. Я выбирал 700. Так, 470. Ну, давайте заглянем на него. Что мы тут с вами можем увидеть? Ну, достаточно побывавший такой квадрик, в принципе, что мы хотим от него увидеть. Давайте начнем, все-таки, правильно, продаем Ахагрызли. 777 год, пробег 9600, новая поршневая сцепление, ремень, стоит амортизаторы, елка, защита и вот всякое остальное. Что меня, в принципе, настораживает, это по поводу 9600 за такое количество времени. И может быть, в принципе, действительно так им быть. Это не исключает такое возможности. То, что уже перебрана першневая. Очень странно, потому что моторы у них ходят достаточно долго. Они могут ходить, в принципе, по 20 тысяч километров при должном обслуживании. И, в принципе, давайте посмотрим на него. Что мне, в принципе, не нравится на нем, это вот его внешнее состояние. Конечно, он подубит, а с другой стороны, чего я хочу, от квадрика за 2007 года. Но, тем не менее, давайте все-таки сделаем такую, на самом деле, критическую, не критическую, а критику произведем. Все-таки мы выбираем квадроцикл. В нем есть защита, лебедка, как я посмотрю, перед ним бампер есть, допсвет, кофр есть, резина Кенда Палач. Достаточно такая специфическая резина. Резина кому-то нравится, кому-то нет. Я ее обхожу стороной. 27-ая, тяжелая. Сколи выбираетесь так себе, но и гребет, в принципе, достаточно посредственно. Но и над тяжеловато. Смотрим дальше. Ну, состояние, внешний вид, конечно, лоск он очень сильно потерял. Все на месте. Возможно, мотор даже отмывали его. Бывает мотор, когда отмывают, вы можете заметить при выборе, у них остаются такие ржавые болты. Это значит, что травили его химией. И бывает очень неудачно травить химией, что прям алюминий начинает принимать такой серый цвет. Что дальше смотрим здесь у него? Ну, такой, знаете, внешний вид. У него уставшие елки стоят. Стейдж, по-моему, третий. Варновская лебедка 2,5 стоит. Достаточно хорошая лебедка для гризли. Катитань этого без проблем. Да, стейдж третий. Даже, может, четвертый. Я вот не силен в елках. Не буду говорить про нее. Обратим внимание просто на остальные элементы. Так. Квадрик боевой. Ух, какой загорелый. Ну, так вот происходит у них. Они быстро, когда в глине, в торфе, они такие появляются и становятся. Знаете, скажу так, что вот надо просто его смотреть. Внешний вид. Ну, да, он для седьмого года очень таким выглядит уставшим. Но я бы не остановил на него внимание свое. И ценник очень сильно завышен из него. Я бы шел дальше смотреть. Что у нас есть дальше? Давайте посмотрим. Дальше у нас идет за 495. Что тут у нас предлагает за 495? Вилк-танк ставит резину. Защита есть. Вынос радиатора. Такие фотографии, когда продавцы делают, не очень понимаю под углом. Ну, так, очаги и амортизаторы, смотри, свеженькие у него. Достаточно не очень. Фары такие мутные уже. Но, может быть, он их не отмывал чисто сильно. Такой пыльный квадрик, по сути, внешний вид ничего. Кофр есть, резина, волтанк. Ну, и в принципе, все. По-моему, я про это объявление знаю что-то с ним. По-моему, он пробег 3200, перекупщик на 9-й год, состояние. Ну, вот, честно, надо просто уехать смотреть, потому что вот по таким фоткам очень тяжело. Это просите, в принципе, у продавцов дополнительной фотографии. Не стесняйтесь в этом дело. Вы покупатели, вы выбираете. Смотрим дальше. 540. Нистра Дедовск, 14-й год, пробег 800. Один собственник стоит на учете из допов глюстра Риджит лупит 100-150 метров. Честно, платить за Риджит я вообще не вижу смысла. Вот, абсолютно совсем платить тридцатку, там, двадцатку и сорокет за какую-то иодную фару вообще нет. Ну, кто-то может со мной не согласиться. Это ваше право. Я пользуюсь с китайскими светами. У меня достаточно нормально. Платил сбережно. Обслуживался очень грамотно, чаще, чем нужно. Технически полностью исправен. Вопрос, где и на как обслуживался. Надо всегда смотреть историю. Потому что иногда вводят сервис там, где еще хуже делают. Но, тем не менее, силовой байпер стоит у него. Лебедка у него отсутствует. Возможно, он ее демонтировал уже, хотя не похоже. Ну, ладно. Стоит штатная у него, соответственно, защита пластиковая. Амортики даже, по сравнению с предыдущим, какие-то такие подуставшие. Ну, как вот есть. Ну, кстати, вот с широкую базу нет смысла брать, потому что достаточно может взять узкую базу, поставить на нее диски с вылетом. И, в принципе, будет все хорошо. Ну, так вот, прям не это. Один шноркер, не пойми, как у него болтается. Шноркеля уже есть. Все сделано, все хорошо. Ну, я вот не сторонник шноркелей на квадриков, когда берем, вот, допустим, на Ямахе Грисли, потому что у нее уже достаточно широко и все располагается, широко, высоко располагается. Но люди, которые делают глубокие покружения, конечно, им нужно. Я к ним, в принципе, достаточно спокойно отношусь. Просто, если покупаете, то проверяете, что герметичность у них действительно хорошая, и они работают. Вот. Этого бояться не стоит. Практически каждый второй квадроцикл он сделан со шноркелями, потому что... Не надо этого бояться, потому что каждый раз лазить с полкой в лужу и смотреть, насколько она, в принципе, глубокая или не глубокая, это бред. Проще поставить шноркеля и не думать об этом. Ну да, так неаккуратно он это сделал. Покрытие у него какое-то нанесено. Походу, он раптором его покрывал или чем-то таким, типа LineX. Ну. Да, как раз к раптору не сразу замерил. Движемся дальше. Что у нас здесь есть. Я еще хотел найти один квадрик, но он куда-то еще. Сегодня он был. Был такой синенький квадрик. Гызлик 707 года. Продавался он за 560. Я вам хотел его показать. Но, знаете, вот что самое интересное. Я хотел вам показать, насколько он продавался изначально. Может быть, его встретите, заметите. Вот такой вот квадрик. К сожалению, пропало объявление. Я вот этот квадрик знаю. Вот этот квадрик и пробег, знаете, какой? За 17 тысяч километров реальный пробег. Я вот сегодня действительно его видел. Хотел прям снять по нему обзор. Также отсутствует лебедка. Лопухи стоят. Вынос атом. У него есть вот такая замета здесь. Отсутствуют наклейки какие-либо. Вот какая-то, видно, такая разноцветная. Разноцветность у него есть. То есть он ковыркал достаточно так неплохо. Я общался в свое время с продавцом. Интересовался. И думал тоже его приобрести. Но меня очень оттолкнулся. То, что он как-то его прям продавал. Но не очень. Вот. Здесь можно заметить. Можно заметить, что я пишу продавцу его родной пробег чуть больше 17 тысяч километров. На что продавец не отвлекается. При том, что у него стоял пробег там в районе что-то около 6500 километров. Так что советую быть аккуратным. Очень часто скручивать пробеги. Ну, конечно, узнать реальность его очень тяжело. Квадрика. Если ты не знаешь хозяина или компанию, в которой катаешься, узнаешь. Так. 700-ка SE. Пробежка 2008 года. 6800. Заметьте, что у всех пробеги 6805-4. Я не верю в эти пробеги. Скорее всего, они скручат. То есть, нужно конкретно знать хозяина. Давайте посмотрим. Вот. Внешний вид сразу мне нравится. Он такой прям лоск. Есть на него приятно смотреть. На нем будет приятно кататься. Мне нравится вот этот квадрик. Хороший кофр. Кстати, вместительный. Panzerbox. Рекомендую. Очень вместительный. Чем он кажется. Что у нас дальше здесь есть? Вынос радиатора. Расширители ARC стоят родные. Ну и ручки, лопухи. Защита рук. Очень красивый, кстати, внешний вид у него. Состояние, кстати, более-менее нормальное. Фот, к сожалению, не такая качественная, как хотелось бы. Но какая есть. Это крашеный. Пластик от заводской. Очень приятный, кстати, симпатичный. Ну, что могу сказать. Вот здесь больше лучше видно. Примоток. Господи, примоток. Жуть, да и только. Поставить на одноцилиндровый мотор прямоток. Это как, знаете, мотоблок-культиватор-крот, который там пыхтит. Ну, кому-то нравится. Мощности не придает. Просто звук. Соседи будут довольны ваши. Так, 391. Ну, что-то похожее. По моточасам есть. Возможно, его скручивали. Но немного. А может быть и не скручивали. Сидит на такой пробег. Такое часто бывает. Насмотреть по состоянию. Вот я бы его съездил, посмотрел. Достаточно неплохой. Лебедка также есть. У него стоит. Плюс по синтетику. Зилу. Еще достаточно много протектора можно катать. Зилу считаю, вообще идеальный вариант для гризлика. Так, смотрим дальше. Что? Обогревы косо. Защита. Войны света. Допсвет. Резина 27. Диски родные. Вот что меня только смущает. 550. К примеру, давайте мы будем рассмотреть, что у нас, в принципе, мы до 600, как это я поставил. Но вот честно, мне ценника вот это, вот, 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 цена должна быть 450. Все-таки год, год, пробег, состояние. Но хороший, но я вам скажу, что если смотрел я в начале годы квадрика, когда я себе гризлика выбирал, ценники вот на такие модели были в районе 420-450. Сейчас просто нереально завышенные, завышенные ценники за квадрики. Просто нереально завышенные. Что вот у нас здесь? 508 за 2013 год. За 2013 год, при том, что если это не широкая база, то, в принципе, ценник должен составлять примерно где-то в районе 500 тысяч рублей плюс битус. Вот в таком. Также SE-шка установлена, лебедка, варн. Варн, кофр, вынос. Установлен более производительный радиатор, допсвета, резина, т, т, т. Своё время полнотехническое обслуживание, масло 7100, мотюль. К мотюлю я вообще спокойно отношусь. Так себе не особо им стоит хвастаться. Масло в мостах, медные колодки, весь прошприцован. Пробег 6 тысяч. Покупался в новом 1 ладинце. Заметьте, опять пробег 6 тысяч. Всё, что около 6. 100%, я думаю, он был круче. Давайте посмотрим по фоткам. Можно будет определить. Я могу ошибаться. Фары заменены у него. Я, конечно, больше за сток. Вот такой бампер, честно, на любителей. Вот мне он вообще совершенно не нравится. Но, видимо, человеку нравится. Поставил такой непонятный вынос. Похоже на литпрошный. Расширители штормовские стоят. Резина ITP. Так себе резина. Уже стёрта. Вот я её не люблю за то, что она трётся очень быстро. По плане бездорожья она достаточно неплохо себя показывает. Но трётся просто нереально. За 2000 она превращается просто в лохмоть. Поэтому я рекомендую выбирать Зилу. Или тот же самый танк. Хорошо будет себя вести. По бездорожью, по всему остальному. Наклейки пока не затёрты. То есть, может быть. Но где-то в районе до 10 тысяч пробег. Уже какие-то потёртости есть. Зафоршмачены. Седуху часто трогал туда-сюда. Я сужу, опять же говорю, по фоткам. Не видя техники. Это очень тяжело. Я могу ошибиться в том, что я говорю. Глушак белый. Может быть, в принципе, 6000. Но, знаете, кризлики очень редко продают. Потому что они очень нанёжные. Редко от них избавляются. Ну, может быть, просто не так уж хорошо отмыть. Но, чего могу сказать. Вроде ничего. Вроде ничего. Белые кулаки. Редуктор белый. Глушак у него чуть-чуть подржавёший. Не прям такой критичный. Но 6 ему нету. Вот по глушаку можно понять, что 6 ему нет. Болт ржавый чуть-чуть здесь. Усилок не ржавый так же. Ну, в принципе, может быть. Похоже, что травили чуть-чуть химозой. Могу ошибаться. Надо смотреть. 6,80. Моточасы не показал. Ну, ничего. Такой вариант. Ну, нужно смотреть ещё. А больше нечего смотреть. Представляете, вот всё закончится. Это Москва ему. Только дальше уже пойдёт у нас Вологодская область. Как далеко. Кстати, вот этот квадрик очень долго продаётся. Он очень прям заметный по зелёным бамперам. По вот этим. Зелёные бампера, зелёный вынос. Он очень давно стоит. Человек очень давно его продаёт. И, видимо, не очень может его успешно продать. По-моему, он тоже ему писал. Интересовался у него. Так. Так себе он. Честно скажу. Мадзилле. Очень тяжёлая резина для него. Давайте посмотрим, что он пишет. Вологде. Седьмой год. Семьсот. Всё обслужено. Всё сделано. Подвеска пришпыльцована. В идеале. Тра-та-та-та-та. Выигрыш от ещё и в Рапторе. Так. Ну, про покраску пластика. На самом деле, вообще не стоит обращать внимание. Просто люди не хотят покупать новый пластик. Который стоит, в принципе, не очень дёшево. И хочется немножечко его освежить. Так. Что тут у нас? Синенький красавчик. Укрою непонятный. Какой-то график напополам. Как-то так специфически. Ну, надел на вкус. Диски жёлтые. Что он там? Давайте посмотрим. Наверное, опять около 6000 пробег стоит у него. Да? 8000. Ну, по виду он уже там все 18 похожи. Давайте посмотрим. Допсвет. Кофр. Т-та-та-та-ничего. Квадрис-кватрис. Техническое состояние. Ну, давайте поглядим, что тут у него. Допсвет. Кофр. Шнофр. Вынос. Да, ребят. Это он квадриком гораздо поболее. Наверное. Наверное. Ну, уж очень прямо на него жёлтый. Жёлтый аж прямо у него этот. 7408. Ну, по-моему, это часам похоже. На что я хотел обратить внимание. Смотрите, у него аж прямо такой копчёный. Прям вот копчёный. Копчёный он. И вот кулаки, смотрите, какие также тоже такие уже въявшиеся, копчёные. Вот. Может быть, он катался по грязи. Так это бывает. Я могу ошибаться. Надо смотреть. Кстати, шнаркеля есть. Но за 410. Вот, кстати, нормальный ценник. Вот в регионах нормальный ценник. А Москва ему просто что-то как-то нереально задорого хотят. Что тут у нас предлагается? Ух, чувак боится темноты. 415, Кировский, Ростов-на-Дону. Мощность трёхтактных двигателей. Сразу видно, что человек явно не очень как-то обладает знанием про квадрика. Пишет всякую непонятную силу. Знаете, как пишут в этом? Как машины продают. Или продают новый квадроцикл для людей, которые первый раз. 708 кубов. Откуда у него 708 кубов? Год непонятен. Непонятен год. Не пишет год человек. Это очень плохо. Так. Защита жёлтая. Это жёлтый трос жёлтый. Уже всё проржавевшее такое. Сейчас посмотрим дальше. Вот этот ересь ставит. Какие-то вот эти лампы, которые ещё на галогене. Это вообще трэш. Ну и люди ставят защиту. PowerMAD. PowerMAD. Правильно сказать. Зелёненький он был. Так. Что у нас тут тоже? Загорелый такой весь. Рама ржавая. Ну, кстати, ничего страшного. Ржавая рама. Ничего с ней не будет. Поэтому у нас тоже особо сильный партий. Я лишь просто смотрю на то, что насколько он это... Ух, какая дудка у него стоит сзади. На то, что насколько он реально. А вот пробег у нас 8600, 442. Ну, может быть. Но я не очень как-то верю в это во всё. Не выглядит как-то. То ли он просто не очень отмыт. Или фотки такие сделал. Надо просто по пластику посмотреть. Уже будет понятно. Хотя фары такие, знаете, незамызганные. Не пожелтевшие. Очень может быть реальный пробег. Поэтому так. Вот всё надо смотреть вживую. То есть, если вам квадрик приглянулся, ехайте. Смотрите вживую. Тверская область, 700. Так, продаю Ямах 17-12 год. 9 лет. Обслуживался официальный дилер. Дистон Маткрашер в подарок. Щедрый малый. Наклейки нету Ямахи. Отвалилась по ходу дела. Ну, вот как-то мне он вообще не нравится. Он прям вот лоск потерял. Вот это, ребят, точно уже достаточно активный. Так его юзали. Пробег у него гораздо больше. Седуха уже перешита. Она, видимо, в этих местах лопается, где перешита. Это уже значит, что квадрику далеко за 15 тысяч километров. Смотрите, как у него уже всё стёрто. Пробег здесь скручен нереально. Чувак просто взял, поставил тупо на штатные диски и штатные резины. Кажется, что это отмыто ужасно плохо. Состояние у него такое, конечно. Боль. Квадрику гораздо больше по пробегу, парни. Прямо можете сразу. Не верю в то, что они пишут. У него, скорее всего, 19. Он десятка просто скрутил. Ну, а смотрите, здесь лысые резины. Так, о чём это стоит говорить. Я бы этот квадрик не стал выбирать. Тем более за 440. Ему цена 320, как минимум. Ну, хозяин, извини. Я говорю реально, как есть. 450. Вот так вот, да. Так, 470 в Питере. Что у нас в Питере предлагается? Давайте поглянем. В принципе, я думаю, стоит закругляться. Да, специфическая защита. Хальборезка прям стоит такая. Стояли непонятно здесь, что-то заклёпано. Rentile. Надо себе тоже такую штуку поставить. Кофр красный, аж покрасил. Ничего себе. Или это они такие делают. И раз такое вижу. Бам-бам. Ковыркался. Кстати, это можно всё проверить. Будет в... Ведьму терпеть не могу. Ведьму резина тяжёлая. Гребётся так себе. Мне гораздо больше зил нравится. 266, ребят. Ну, давайте посмотрим. Наклеек нет. Пластик поюзанный. Такой потёртый весь. Здесь уже протёрто того давно. Ну, давайте реалистами будем. Ему не 2000 пробега. Я вам потом покажу квадры какой-нибудь с 2000. С двумя тысячами пробегов. Сразу поймёте, что это вот чисто тупое враньё. Наклейки такие уже пожелтевшие. Ну, пробег скрученный. Одни диски стоят такие, другие стоят такие. Да, интересно решение. Такой симбиоз некий. Подножки уже, смотрите, болты такие проржавевшие. Такие подножки под этим. Такой повидавший. Повидавший боя. 2166. 184 моточаса. Вот, врет и не краснеет. Штанкелятор, та-та-та-та. Ещё за 12-й год. До свидания. 470. Пацана ему в районе до 400 тысяч. Прямо грубо. Ну что, тут можно быстренько пробежаться. Я параллельно поговорю. Симпатичный серебристый цвет. Мне очень нравится. 700. Вот у него приятное внешнее. Не приятное почему-то. Не знаю. Вот то ли пластик. Может так вызывает. Выносит прошлый. Считаю, выносит самые лучшие лет прошлого. Мне они очень нравятся. Вот, в целом, как-то так. Дьявол. Так, я хочу быстренько пробежаться. Глушак уже такой. Может быть, менял. Промег у него далеко большой. Просто серебристый пластик. Да, это очень хороший внешний вид у него. А вот хоть посмотреть. Уже привода у него не зелененькие. Они уже в черненькие. Уже цвет съела. Походу, его отмывали. 7, 49, 6. Ну, не знаю. Не могу сказать. Надо смотреть. Четыридцовое состояние. Хороший. Если на что-то по пластику полностью исправлен. Допу шнурки. Выносит лебедка. Бампер. Люстра. Т-т-т-т. Защита рук. Евгений. Ну, что могу сказать. В принципе, внешний вид у него из того, что вот этого в других регионах, как бы, очень неплохо. Ну, что, ребята. Я, в принципе, хочу сказать, что уже пора закругляться по квадрикам. Если вам интересно и понравилось видео, я могу снять по другим маркам. Там, Квасаки, БРП, Стелс, ЦФ. Также по рассказочке, какие вещи, на что стоит обратить внимание. По гризлику, в принципе, в целом стоит обратить внимание на вариатор. Ребята, смотрите. Обязательно вариатор. Разбирайте. Я, когда покупал свой гризлик, я поленился. Не снял крышку вариатора. Там все щеки были раздрочены. Я, в итоге, попал на ведущий ведомый. Там плюс это... Там какая проблема произошла. Там клубка отвалилась. И она пофигачила все, что внутри было. Поэтому, чтобы на это такой же проблемой не попасть на 60 штук, а вот снять вот эту крышечку, снимается очень быстро. Раз, два, три, четыре. Там, условно, немного болтов снимается. Подножка. И вот она, в принципе, вся крышка, которую вы можете снять. И если вы посмотрите, вы тем самым не попадете, как я, на деньги. А можете даже скинуть цену на этот счет. Вот. Поэтому также хотел бы, если интересно, про Polarisel RZR. Кто выбирает себе 800? Я знаю 800, 900 или трушка. Я не знаю. Могу сказать за 800. На что обратить внимание. Поэтому, если интересно, уже, в принципе, надо закругляться. Я тут достаточно, фактически, уже-то на 25 минут снимал. Вряд ли кто досмотрит. Но, тем не менее, кому интересно. Ребята, помогу в помощи. Назовем так. На что стоит обратить внимание. Пишите. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца. Сниму следующее видео. Уже попробую по Kawasaki. Всем спасибо, ребят. Удачи в поисках. Будьте внимательны. Смотрите на детали.